Не об этом речь. У меня за голову он должен вести сейчас проект, в котором он соединяется со мной. Он как основатель висцеральной терапии, говорит о здоровье, а я как основатель управляемой саморегуляции буду говорить о методе ключа, о психогимнастике, о развитии творческих качествоспособностей и так далее. И вот соединяются два специалиста, за плечами которых лежит многолетний опыт работы, которых все знают и так далее. И это для тех, которые сидят дома, которые не привыкли к этой обстановке карантина, потому что очень много активных людей, деятельных, любят с кем-то повстречаться, поговорить или отдохнуть в месте. А тут вдруг надо в ассоциации находиться. И мы как раз делаем такой проект, сейчас начнем, когда они бы эту пользу получили от этих вынужденных условий сенсорной депривации. Вот я помню, что сенсорная депривация, когда ты лишен привычных сигналов, на самом деле через нее космонавтов тренировали. А тут вдруг наши бабушки, дедушки, дети вдруг получат эту сенсорную депривацию, напряжение начинает расти. Это же у кого-то, может быть, не совсем они подготовлены. Но не только для профилактики, а и для выработки иммунитета, и для раскрытия творческих качеств. Вот мы соединяемся с ним. Он со стороны здоровья будет говорить, давай совет. А я со стороны саморегуляции обучать навыкам управления своим состоянием и раскрытию даже тех творческих способностей, о которых каждый из них даже, может быть, и не знал, что у них. И вот представьте себе, никогда такого не было. Это круто, да. Да, потому что два направления соединяются. Как говорится, голова и тело соединяются. Дух и материя. Почему не было никогда? Потому что у нас же все было по профилям деятельности. Ну, например, Кашпировский, Чумак и другие, которые были телевещатели. Они же занимались организмом. Они же занимались здоровьем. Они занимались лечением. А вот Райков, например, Райков Владимир Владимирович, он занимался творческими качествами с помощью гипноза. С помощью гипноза гипнотизировал детишек и внушал им, что они гении, они лучше рисовали. Ну, я-то придумал ключ, потому что я и врач, а с другой стороны психолог. С третьей стороны художник, с четвертой стороны писатель, с пятой стороны был спортсмен, с шестой стороны там педагог. Это называется междисциплина. По этому ключу он помогает и рисовать, и спорту помогает, и лечиться помогает, и восстановить, развивать качество и способность. Такого никогда не было. Раньше было либо Чумак или Кашпировский, который лечил болезни, либо Райков, который с помощью... А тут вот как раз-таки в одном проекте синхронизируются два направления, когда и для здоровья будет полезно нашим и пенсионерам, и тем, кто сидит на диване, и даже ленивым. Да, и для здоровья, и для развития творческих качеств, которые они хотят. Чтобы после карантина, дай Бог, быстро кончиться, они уже вышли с какими-то новыми навыками, даже которые могут использовать для заработка. Это вообще будет интересный проект. Радишь? Круто, да, вообще. А ты, Анечка, вот ты проводишь сейчас, там я смотрел твои ролики, ты там в лицее у себя проводишь, там я смотрел, девочка, она делала хлёв с руками по спине, потому... Да, это у нас было еще, когда мы были не на карантине, у нас были дистанционные уроки физкультуры, и я показала вначале вот эти элементы синхрогимнастики детям, и, в общем-то, вот они мне отправляют видеоотчеты своей тренировки и то, что они начинают физкультуру именно с вот этих синхрогимнастики, с маленьких упражнений синхрогимнастики. Вот. А сегодня... Я вот видел, девочка там это делала, потом я видел ролик, где ты им прекрасно это показывала. Я полагаю, надо... Ты если и родителям их каши, чтобы не только дети, но и родители могли это использовать. Особенно вот эти упражнения шалтай-болтай, да? Ага. То есть, допустим, у кого-то сон нарушен, ну, если люди пожилые. Ага. Шалтай-болтай, если днем, допустим, ребенок или мама, или папа, или дедушка делает, то снимает напряжение, а если перед сном сделать, это уже колыбельное. А хлест руками по спине, это как раз-таки при подготовке к игре. Да, очень будет здорово. Ну, я вот, Хосе, я сейчас записала только сегодня маленький ролик для преподавателей, им отправила в чат, и они прямо спасибо-спасибо пишут. Им, наверное, очень понравилось, что все очень просто. Ну, конечно, это же синхрогимнастика по методу ключ. Там самое главное, что синхронизация происходит. Ты же им объяснила, что в этот момент надо думать не о том, как именно правильно делать упражнения, а просто думать о том, что тебя волнует. АБГ, там, несчастной любви, там, у подростка, там, может быть, и он через это может освобождаться отлично. И лучше учиться. А сейчас дистанционка, как раз, это как раз для дистанционки, как раз, ты уже заметила, что именно сейчас, в этот сложный период дистанционки, потребность в этом сейчас очень вырастает. Да, 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 да. Слушай, это очень здорово, что я тебя вижу, и что ты уже имеешь результаты в школе. Это очень здорово. Влад, вот я хочу тебя спросить. Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по всему этому поводу? Мы с тобой собираемся делать сейчас вебинар «Гомеопатический алкоголь» с развитием новых навыков и освобождением от вредных зависимостей и привычек, правильно? Плоть до зависимости несчастной любви, там, или страсти покушать побольше, чтобы от этой зависимости освободиться. Но я думаю, Анечка, я думаю, это все женщины, которые хотят фигуру любить хорошую, они тут же прибегут. Влад, ну, карантин, он это опасен тем, что кто-то отъестся, кто-то упьется, кто-то скурится. Так что, блин, «Гомеопатический алкоголь» мы их научим, «Гомеопатический алкоголь». Ну, там не будет алкоголя в физическом смысле слова, там будет «Гомеопатический». Посмотри, как Влад хорошо выглядит, он как летчик уже приготовился к этому вебинару. Ну, полгода обещаем, пора проводить. Конечно, конечно. А когда мы будем проводить, Анатолий, скажи, пожалуйста? В какой день это? Четверг, пятница, суббота? Давайте, как обычно, в пятницу, в следующую. Во сколько лучше? Анечка, как ты думаешь, во сколько лучше проводить вебинар? В пятницу? В пятницу, или в субботу, или в воскресенье, или в четверг. Вот по вашему режиму работы, дистанционной, в школе. Вот и для родителей, и для самих детей, для девятых, десятых, одиннадцатых. Вот когда, чтобы вдруг там кто захочет пойти на вебинар. Ну, лучше, Хасай, а время, время только двадцать один или в двадцать можно? Можно и двадцать, и в двадцать один, но ты, вот, какой лучше выбор? Лучше время двадцать. Двадцать, да? Да, в пятницу, да? Да, да, в пятницу, да. Ничего, нормально. Хорошо. Ну, скажи всем, кто захочет, потому что, может, кто-то хочет от какой-то вредной привычки избавиться, а может, там есть какой-то дядя у кого-то пьющий, а хочет бросить пить. Или едящий. Курящий, или что? Едящий. Ну, да. Или еще какой-то, может быть, дядя, ну, который любит постоянно ворчать. Такие бывают? Или это только... Бывают, бывают, да. Бывают, бывают, бывают. Я знаю, я понимаю. Да, даже в романах описано. Да. В романах описано. Ну, хорошо, друзья, у нас хорошая команда, я поэтому думаю, что сейчас и в школах, и в школах, и в лицеях, и на карантине все сидящие будут с удовольствием ждать наших таких встреч. Они начинают понимать, что есть методика, которая может им дать полезность. а мы все, мы все. И школа человек будущего. Да, 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 чтобы они развивали у себя такие качественные способности, которые будут делать каждого человека таким, чтобы роботы нас никогда не заменили. Да. Чтобы человек свой потенциал мог проявить. Чтобы мог не только сохранить, но и реализовать себя в наших современных условиях. и тогда мы были все счастливы. Влад, ты напишешь потом книгу про это, нет? Да, да, обязательно. Вот видите, у нашего Влада, у нашего у него есть фотография, где как две капли воды похож на Булгакова. И у него теперь партийное прозвище Булгакова. Поэтому, если Влад, кто-то тебе напомнит, что тебе пора книгу написать, ты не удивляйся. Меня сдали, да? Не удивляйся, а наоборот пиши. Влада большой талант есть, он школу всю поддерживает. Всю школу поддерживает, слушай, там много работы, а он ее уже поддерживает. Школу человек больше глаз поддерживает. До встречи, друзья. Ладно, все. До прозвище.